МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое молодых, красивых, креативных педагогов в детской школе искусств в 2016 году решили создать трио. Это получилось чисто случайно. В 2016 году поступило нам предложение помочь семье Ивана Колясникова. Семья искала деньги на операцию. И, естественно, что я могу сделать лучше всего, это играть. Я обратилась к Тане, к Марине, говорю, давайте сделаем вот такой вот концерт благотворительный. И вот с тех пор и пошло. То есть получилось чисто случайно. А название Нота Бена, в переводе с латыни, обрати внимание, откуда? Мы сами придумали, но дело в том, что мы уже год играли вместе на концертах всяческих, выступали, и решили, что надо как бы дать нашему трио название. Вот думали, думали, и в итоге пришли к этому Нота Бена. Вы все трое выпускницы Словодческой детской школы искусств. Потом вы учились, прошло время, и теперь все здесь работаете. Сначала каждый пошел своей дорогой, вот, отошли от этого всего. Кто-то закончил по музыке дальше, кто-то не закончил. Но потом все-таки, если это зерно творчества в тебе посеяно, то оно тебя будет притягивать. Соответственно, все дороги ведут обратно сюда, в наш дом. Трио у нас не было в то время. Я никогда не думала, что буду преподавать. Я, наверное, лет 10 вообще не сталкивалась с музыкой. Притом все равно оказался мой путь. Все дороги привели сюда, и я уже 8 лет здесь работаю. Я преподаю именно. В общем, такой работы, ну, ее чем-то сложно заменить, чем-то другим. И при том, то, что мы вот нашлись втроем, вообще здорово. В состав вашего трио достаточно необычный, я бы сказал, уникальный. Классические инструменты – скрипка, фортепиано и народный домро. Это слоутическая ноу-хау? Ну, именно что вот скрипка, домро – как бы сложное сочетание, очень непростое. Очень сложно подобрать баланс этих двух инструментов. Но тот же вот аргентинский композитор Пьицола, он очень любил писать произведения, например, гитара, скрипка, виланчель. Тоже такое сочетание, не очень обычное. Там, контрабас или там скрипка, аккордеон. И, ну, просто эти сочетания, они как бы… Это не ноу-хау абсолютно, да. Скрипка не всегда сольный инструмент. Это камерный ансамбль, симфонический оркестр. Я работала в свое время в симфоническом оркестре и в камерном оркестре в городе Чернигове. То есть для меня это не проблема послушать другой инструмент, подстроиться. Это запросто. Мы этому учим детей здесь, в школе. КОНЕЦ Репертуар у нас очень многогранный. Мы пробовали всякое. И джаз у нас, и классика, и поп-музыка. И вот в течение всяких репетиций пытаемся найти что-то интересненькое. В том числе вот эту елочку и криминальная фантазия у нас была. Ну, мы изначально стараемся искать уже для трио. Да. Но есть, да, есть произведение, которое нам приходится немножечко там додумывать, как бы, ну, раскладывать партии. Ну, обычно фортепианная партия есть, и может быть, сольная там для скрипочки или для домры. Ну, иногда приходится додумывать как бы вторую партию. Сейчас, например, мы работаем над временами года аргентинского композитора Пьецола. То есть это целый цикл. Достаточно необычная музыка, может быть, не всем она зайдет, но так совпало, что мы все втроем от нее просто в восторге. Кто-то услышал, там просто прибегают, ах, какое произведение нашла, там где-то интернет, фейсбук, окей, гугл. Это у нас и как-то вот кто нашел, смотрите, послушайте, нравится, играем. Вот так вот. И каждый прибегает, каждый приносит, уже сразу нотки на всех партиях уже распечатаны, просто чтобы что-то новенькое, всегда интересно что-то новое произведение вот найти, которое еще не игранное, никто не знает, никто не слышал. Просто здорово. Конечно, у каждого вкус свой, но что касается репертуара, совпадает все. У нас нету такого, кто-то диктатор говорит, вот играем вот это, вот и все. Нет, мы обсуждаем, нравится, не нравится, пробуем, не пробуем. И шуточные, вот как вот эта вот елочка, Мишеле мы играли, то есть там разные вещи. И, конечно, и переклички какие-то бывают, и как пародию делаем. Это просто от произведения зависит. А сколько уходит времени на репетицию одного произведения? Ну, это зависит от сложности произведения прежде всего, от количества репетиций, которые мы можем провести, потому что у каждого из нас тоже есть помимо трио свои какие-то занятия и работа, и жизнь семейная, поэтому все зависит только от этого. Даже вот мы играли произведения, палладио, если не ошибаюсь, фортепианной партии не было. У нас, да, наша Марина просто вот что-то там свое добавила, там какую-то партию, в общем, взяла, чего-то добавила, немножко баса, и тут вот все получилось довольно-таки так неплохо. В целом, я не знаю, ну, два-три месяца мы можем слепить. А время для репетиции? Когда выбираете? Ну, находим свободное время чаще всего до работы. Своё свободное время тратим на вот это вот творчество, чтобы всё совпадало, и эмоции, и динамика, и всё. И мы давно уже без репетиции, потому что у нас ситуация, что Марина, которая у нас домристка, она на самоизоляции, и мы редко видимся, а в такой ситуации тем более. А у вас есть любимое произведение? Ой, это очень сложный вопрос. Мы что-то начинаем играть, и, не знаю, я влюбляюсь в это произведение моментально. Что-то переходим на другое произведение, на другую программу, и там что-то просто потрясающее, что-то сравнить с чем-то просто невозможно. У них каждое произведение самодостаточное по-своему, и что-то такого любимого я даже так сказать не могу. То есть каждое новое произведение вы влюбляетесь как-то? Конечно, конечно. И как бы открываем сперва его для себя. А на эксперименты вы легко идете? Я слышал, осенью у вас был квартет с Дмитрием Кирилюком. Ну, Дима ни у кого партию не отбирает, разве что у Марины. Там моблируют бас, потому что он играет басовую партию. И придает вообще потрясающее звучание, совсем новое звучание нашему трио. Это очень нравится. Вообще здорово. Творчество – это же не статичный процесс, он динамичный. И мы всегда ищем какие-то новые формы, какие-то новые способы самовыражения. И вот с Димой у нас получился вот такой вот новый тандем. На мой взгляд, достаточно удачный. То есть прозвучало хорошо. У нас есть в планах с Димой сделать произведение и добавить еще каких-нибудь ударников. А не было желания создать дублирующий состав из своих учеников? Надо подыскать учеников, которые одинаковы по уровню и по возрасту. То есть это не совсем является простой задачей. Но вообще такой идеи даже и не было. Отличная идея. Отличная идея, да. Мне понравилась вообще эта идея. Просто здоровская. Интересно вообще подобрать такой вот примерно коллектив из учеников старших классов. Вообще здорово. Что-то нужно такое будет придумать обязательно. А где вы черпаете свое вдохновение и каковы планы на будущее? В самом творчестве. То есть для творческого человека вот этот вот перерыв, связанный с карантином, он был очень жесткий такой и тяжелый. То есть нам необходимо как творческим людям и сцена, и выступления, и зрители, и все остальное. Поэтому само творчество является вдохновением. Сложно сказать сейчас. Сложно даже подумать, что будет в следующем месяце. Конечно, мы очень хотим. Мы очень соскучились уже по сцене и по зрителям. Мы очень хотим сделать концерт. И у нас много произведений, большой репертуар. Будем считать, это первое короткое знакомство с трио «Нота Бене». А будет ли продолжение? Конечно, будет. У них большие планы на будущее. «Нота Бене» «Нота Бене» «Нота Бене» «Да» «Нота Бене» « cares». Продолжение следует...